Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня мы продолжаем разговор о работе онкологической службы Одинцовского района. И в нашей студии главный онколог, главный гематолог 10-го территориального управления Министерства здравоохранения Московской области Валерий Владимирович Шведюк. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Рады вас снова видеть в нашей студии. Мария, приветствую вас. Уважаемые телезрители, приветствую вас. Тема актуальная, тема интересная, тема глобальная. Я бы так выразила в трех таких тезисах. Давайте продолжим наш разговор. Уже две программы вышли на канале ОТВ, имели большой отклик от телезрителей, потому что действительно онкология, ну что здесь греха таить, да, сегодня это проблема номер один. Вы абсолютно правы. Действительно необходимый комплекс относиться к решению данной проблемы. И видите, мы уже третье выступление делаем, то есть за одно выступление мы не смогли освучить все возникшие проблемы. Хотелось бы сегодня больше уделить внимание именно онкологической службе. Какие изменения произошли в ней за последнее время, как работает эта структура сегодня? Ну, в предыдущих выступлениях я уже коснулся темы о том, что необходимо комплексно подходить к решению вопроса о борьбе с онкологией. В данном случае необходимо сказать о том, что лечение любого онкологического заболевания состоит из нескольких моментов. В частности, это, допустим, химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение. Вот. И для того, чтобы правильно подобрать этапность лечения и объем лечения, необходимо, естественно, коллегиальное мнение. Для того, чтобы исключить мнение отдельного лечащего врача, вот мы организовали, по приказу Ольга Александровна Митюкевич, организовали онкологическую комиссию округа, в которую вошли. Я, как главный гематолог, главный онколог по полиативной помощи Одинцовского округа, в нем вошли 4 онколога-химиотерапевта с заведующими онкохирургическим отделением. Кроме того, необходимо отметить, что в комиссию мы ввели главного радиолога Московской области, Балканова Андрея Сергеевича. Вот. И можно честь сказать нашего района, что он единственное в нашем только округе, он является членом комиссии. И данный факт очень немаловажен. Во-первых, то, что всегда для нас было проблемой проведение лучевой терапии, вот, и, к сожалению, у нас сейчас остается проблемой во многих округах Московской области, мы решаем ее однозначно сразу же на заседание комиссии. В случае, если пациенту нуждается в лучевой терапии, мы направляем его в МОНИКе, вот, на базе, значит, лучевой терапии МОНИК. Кроме того, значит, Андрей Сергеевич помогает нам в плане проведения синтеграфии скелета, это радиотопные исследования скелета, с целью поиска метастазов раковой опухоли. И, кроме того, значит, проводится и лучевая разметка, и практически все лучевое пособие, что является приоритетом данного лечения. Кроме того, значит, в лечении, как я сказал, любого заболевания, эти методы, они имеют определенную последовательность. И мы решаем, кто в первую очередь пойдет, кто в вторую, допустим, в третью очередь. Сначала, допустим, хирургическое лечение, потом химиотерапия, лучевая терапия, или меняются местами данные виды лечения. Так что в нашем округе комиссия работает, и мы уже провели более 50 заседаний с начала года. Какие вы видите перспективы для дальнейшего развития этой службы? Потому что, я так понимаю, в любом случае, пока существующая структура, она не совсем удовлетворяет всем запросам, которые на сегодняшний день стоят, и вот те вопросы, которые летят от пациентов к вам. Я уже рассказывал, что расширилось отделение, и сейчас уже такого отделения 70 коек нет ни в одном округе Московской области. Естественно, не считая общий коечный фонд Балашихи, областного центра. Но, тем не менее, сейчас мы видим увеличение потока первичных пациентов. И, к сожалению, некоторые лечебные учреждения Москвы, которые брали наших пациентов, они сейчас или закрываются, или отказывают в помощи областной области. В итоге поток вырос, и сейчас мы увеличили в два раза больше пациентов, берем за одно поступление. Тем не менее, в настоящий момент, даже количество записанных больных до конца практически года. Это первое. Во-вторых, приоритет в информировании вас о дальнейших развитиях, естественно, лежит и находится в приоритете у нашего главного врача, у Александра Мисюкевича. Мы, к сожалению, не могли согласовать с ней мои выступления. Поэтому я имею право только рассказать то, какие ставятся задачи передо мной. Но в любом случае, это все делается для того, чтобы нашим пациентам, это конкретные жители Одинцовского района, им было удобно. И они могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь прямо здесь у себя дома, у себя в районе. Но я уже не говорю о каких-то очень сложных случаях, когда действительно требуется помощь других специалистов. Все-таки у нас сейчас достаточно развита эта структура оказания онкологической помощи, и врачи и онкологов достаточно много операций проводятся и эффективно проводятся в нашем хирургическом отделении. Это ведь все создано только для удобства пациентов. Вы правильно озвучили эту тему. Около 80% пациентов нуждается в проведении обычных, не каких-нибудь очень… Ну, не высокотехнологичных, да? Нет, почему высокотехнологичная помощь, она такая особо не сужая. Мы не зря перешли на третий уровень. Вот, если она поставила задачу, и сейчас работают по высокотехнологической помощи это и гинекология, это урология, это травматология. Кроме того, и в нашем отделении уже проводится высокотехнологическая помощь, значит, введение, проведение химиотерапии. Значит, в перспективах, то есть, в принципе, что мы уже сейчас открыли, это совместно с хирургическим отделением. Мы во время операции, допустим, на кишечнике, мы вводим в брюшную полость химиопрепараты с целью предупреждения дальнейшего развития обхоли по брюшной стенке, так называемый канцерматоз брюшины и остыд. Вы, наверное, каждый из вас видели людей с большим животом, то есть, здесь скапливается жидкость из-за продолженных метастазов. Так, кроме того, мы сейчас внедряем в практику одномоментного нахождения пациентки в стационаре, то бишь, допустим, прооперированной по поводу рака мышцы железы. Тут же, пока ей делаются перевязки и заживает рана, значит, мы проводим гистохимическое исследование. И в дальнейшем, тоже, не выписывая пациентку, проводим химиотерапию, что очень уменьшает срок от операции до начала специализированного лечения. Вот. И еще одним моментом скажу, что сейчас вот в плане развития дальнейшей медицинской помощи, Александр ставил перед нами задачу, чтобы пациент не искал место, где ему проводить будет одно лечение, или второе, или третье. Все должно проводиться обследование и лечение в одном центре. Назовем это пока нашей больнице, но в дальнейшем у больницы будет новое подразделение. Это онкологический центр нашего округа. Куда будут входить? Это я даю информацию из постоянной передо мной задачи Ольги Александровны. Отделение онкоколопрактологии, где будет проводиться хирургическое лечение, специализированное пациентам с заболеваниями кишечника. Кроме того, будет отделение онкоторакоабдоминальное, торак – это грудь, абдоминус – это живот. То есть лечение по заболеваниям и органов грудной клетки, и брюшной полости. Кроме того, будут внедрены в эти отделения опытные врачи, онкологи, допустим, так называемая голова-шея, то есть оперирующие на шее и на лице. То есть это будут многопрофильные центры. В отделении, кроме названных онкопрактологии, онкоторакоабдоминальной хирургии, будут два отделения химиотерапии, отделения дневного стационара и палиативные койки. Но хотел бы отдельно остановиться на палиативных койках. К сожалению, не только у простых обывателей, но и у врачей ассоциируется в одном понимании – хоспис и палиативная помощь. Ну, для всех я немножко внесу ясность, что палиативная помощь – это оказание помощи тяжелым онкологическим пациентам в плане медикаментозной коррекции. Это могут – тошнота рвота, падение лейкоцитов, гемолобининские трансфузии, преливание крови. А хоспис – это просто нахождение в стационаре пациента без медикаментозной коррекции, только с целью ухода и скашивания последних дней. Тем не менее, у нас хосписа нет и не будет, у нас будут палиативные койки, где уже сейчас проводится лечение этим пациентам. То, что касается лекарственных средств, Валерий Владимирович, как продвигается этот вопрос, насколько обеспечена больница лекарственными средствами для онкологических больных? Возможно, это сложнейший вопрос для всех лечебных учреждений, не только нашего, допустим, Московской области, но, наверное, и всей России. Дело в том, что медикаментозное лечение очень дорогое. Я догадываюсь, что у многих главных врачей, заведующих отделением, есть желание помочь, обеспечить нужными препаратами, современными препаратами больных с онкологической патологией, для того, чтобы улучшить их и качество жизни, и продолжительность жизни. Но упирается иногда, и чаще всего упирается в финансовые возможности данного конкретного лечебного учреждения. К примеру могу сказать, что вот сейчас по докладам на новостных совещаниях, допустим, у Егорьевской больницы 300 миллионов долга. Вдумайтесь в эти слова. Можайская больница 150 миллионов долга. В прошлом летом главврач озвучила сумму 150 миллионов долга нашей больницы. И приятно мне сказать о том, что в настоящий момент мы входим в единицы лечебных учреждений Московской области, которые находятся уже не в минусе, а в плюсе. И огромная была проведена экономическая работа руководством больницы, и 150 миллионов долга мы перешли уже в плюс. Что это нам дает? Это дает возможность действительно оказывать руководству больницы помощь онкологическим больным. Они не вычеркнуты из жизни. И, возможно, более повышенное внимание, чем к этой категории больных, руководство больницы я не вижу. Но телезрители, которые видели мои выступления раньше, видели, что я пришел на выступление с открытыми, пустыми руками. В настоящий момент я бы хотел предложить доказательную базу моим словам. Я прошу, Мария, если можно озвучить. Вот, посмотрите. Вот здесь, хотя бы просто озвучить препарат сумму закупки, скажу, это на одного пациента на один курс введения. Я понимаю, это товарная накладная, препарат Эрбитукс, цена вопроса 97 278 рублей, 50 копеек. Вот, посмотрите, на одного пациента тратится 97 тысяч. При том, что терапевтический больной, обычный терапевтический больной, там, пневмония, там, бронхит или гастрит, он обходится в 2, 5, 7 тысяч. Вот, представьте себе разницу. Будьте любезны. Ну, тут цифра практически в полмиллиона рублей, 480 тысяч, 255 рублей, закупка. Вот одна накладная на один препарат. То есть, я доказываю, что сейчас Ольга Александровна тратит по 2-3 миллиона в месяц, выдаёт на оказание медицинской помощи онкологическим пациентам. Есть ещё один препарат, Аронес, с его стоимостью 73 тысячи. Ну, то есть, действительно, очень дорогостоящий. Препарат редчайший в Больсковской области. И это всё закупает Одинцовская центральная районная больница для лечения своих пациентов. Да. Последний препарат, он относится к препаратам, которые воздействуют на костный мозг. И в случае, если низкие цифры гемоглобина, мало гетероцитов, то данный препарат, это выводится подкожным. Представьте себе, одно подкожное введение стоит 70-80 тысяч. А, в принципе, на лечение одного стационарного больного иногда доходит до 200 тысяч одно поступление. И мы говорим о том, что у нас в стационаре находится не один пациент, и даже не два, не три, не четыре. Таких больных достаточно много. И, в общем-то, больница несёт, ну, существенные финансовые издержки с этим вопросом связанные. Ну, цена жизни. А жизнь, как вы знаете, бесценна. Что может руководство больницы. Вот, естественно, мы находимся в плюсе. Кроме того, ещё больше скажу, что сейчас вы говорите только о Одинцовских больных. Уже несколько мы вышли за рамки Одинцовского округа. Дело в том, что, ну, я не знаю, скорее всего, это не секрет. Это было озвучено на совещании областном. Вот, министром здравоохранения области поставлена задача перед Александром Месюкевичем о том, что она должна постепенно брать на себя уже Нарафаминские, Русские и Можайские районы на обеспечение. И в случае открытия центра, естественно, будет замыкаться на данный центр не только Одинцовский округ, куда, напомню, уходит Одинцовский район, Краснознаменск, Власиха, Звениград. Но и будет ещё уходить, значит, Можайск, Руза и Нарафаминск. Это связано с тем, что это по территориальному признаку, раз маршрутизация пациентов, потому что она собедняет практически Белорусская железная дорога, вот, трасса Киевская и, значит, Минское шоссе, Минское и Можайское шоссе. Вот, поэтому мы уже сейчас оказываем помощь. И, вы знаете, мне очень приятно, что я не прошу помощи у других округов, а по согласованию с главными онкологами округов в Московской области, значит, в случае, если препараты, значит, у нас присутствуют, а нет вообще в Московской области, по согласованию наночмедов округов, они созваниваются с Олисанной, это оставит задачу мне, брать пациентов из других округов. И даже мы берем с Клина Орехово-Зуево, я уже говорю, Можайск, Нарфамин, Скрузо. Вот, то есть, данную препарату зачитали Ирбитукс. В настоящий момент данного препарата нет вообще в Московской области, ни в стационарах, ни в аптечной среде. Есть только у нас. У нас закуплено 100 флаконов. Вот, просто представьте себе, если на одного полуэцента стараются 4 флакона, 4 флакона, вот озвучила Мария, это стоит 97 тысяч. И я горжусь тем, что у нашей больницы есть те препараты, которые отсутствуют вообще в Московской области. Препараты, онкологический центр, планы далеко идущие вперед. А то, что касается укомплектованности штатом, именно онкологами, вот как дело обстоит в нашем Одинцовском районе? Потому что я знаю, что, конечно же, в Московской области есть с этим проблемы, да и в России в целом не так много врачей-онкологов. Вы абсолютно правы. Дело в том, что стать онкологом, может быть, и есть желание у студентов, уже практикующих врачей, но упирается все, опять же, в возможности. Врач, когда выбирает профессию онколога, он старается поанализировать, как он может помочь пациенту в плане обследования лечения. И те факты, которые я уже указал в предыдущих выступлениях и в этом выступлении, что действительно упирается в невозможность обследования, невозможность обеспечения лекарственными препаратами, и возникает вопроса, зачем мне это нужно? Поэтому онкологов не так много. Действительно, Мария, вы правильно озвучили вопрос, что Московская область обеспечена практически на 50% только онкологами, но по гематологам еще меньше. Я уже рассказывал, что практически гематологическая служба представлена только Королев, Королев, значит, Моники и Подольск, и наше отделение. Даже то, что я единственный онколог и гематолог в Одинцовском округе, это говорит уже об этом, что гематологов мало. И здесь, опять же, я постоянно говорю, что мне помогает леврач. Да, действительно, это так. Потому что она очень большое внимание уделяет обеспечению кадрами. И скажу то, что на совещаниях последних было озвучено, что практически на 100% кадры Одинцовской центральной больницы, они обеспечены. Я докладывал уже вам, что на момент открытия отделения в 2011 году я был представлен только единственным онкологом-гематологом. А в 2006 году вообще никого здесь не было, ни одного онколога-гематолога. Так вот, за последние три года, проведя большую работу в плане кадровой политики, значит, Ольга Александровна, и благодаря своим друзьям-знакомым, которые, она широко известна, не только в пределах Московской области, но и за пределами. И, значит, ей рекомендовали врачей-онкологов к нам приехали и с Нижнего Новгорода, и с Удмуртия, и с Питера. И сейчас у нас в отделении представлено, кроме меня, еще четыре врача-онколога-химиотерапевта. Во второй поликлинике пять врачей-химиотерапевтов. Кроме того, есть химиотерапевт в Звенегиродской больнице и в Краснознаменске. Но в перспективе сейчас уже, как Александра сказала, на низком старте находятся два гематолога и пять онкохирургов. Перспективы развития онкологической службы Одинцовского района есть, они налицо. Спасибо огромное, Валерий Владимирович, что проводите такую масштабную работу, а самое главное, информируйте наших жителей, ведь все это делается, все усилия, которые прикладываете вы, которые прикладывает главный врач Одинцовской центральной районной больницы Ольга Александровна Мусикевич направлены на здоровье наших пациентов, наших любимых жителей. Спасибо вам. Я благодарю Одинцовское телевидение и вас, Мария, благодарю за специальную возможность. И вы знаете, уважаемые телезрители, мне будет очень обидно, если после выступления моего перед вами, которое не так легко дается, я не телеведущий, я не привык выступать на телевидение, тем не менее, мне будет очень обидно, если я буду сейчас видеть поступление больных пациентов в запущенных стадиях, я вам разъяснил, что такое онкология, что зависит от вас, и может быть в первую очередь зависит от вас, то, что если вы не читаете себя здоровыми, не имея признаков заболевания, пройдите обследование, пройдите обследование той рутиной, которую я рекомендовал, это не так тяжело, но вы поможете себе в дальнейшем. Всего лишь нужен один день из 365, некоторые есть в году, чтобы уделить на свое здоровье, и этого, ну пусть минимально, но будет достаточно, если человек будет хотя бы один раз в год проходить полное обследование. Может даже по-другому, что в принципе разделить на два дня, то есть не терять один день от работы, можно выделить 2-3 часа в один день, 2-3 часа в другой день, допустим, третий день, и в принципе пройти. Опять же, объем обследования довольно-таки простой. Анализы рутинные, кровь из пальца и звены, УЗИ внутренних органов у женщин по малого таза, рентген легких, клоноскопия, гастроскопия, и практически 80% заболеваний. Не то, что, конечно, мы их исключим, мы просто обнаружим их на начальных стадиях. Просто хочется, чтобы наши телезрители были более внимательны, более внимательно относились к своему здоровью. Вы поможете себе, поможете мне уменьшить количество выявляемых на первой стадии, при первичном обследовании, четвертая и третья стадия заболевания. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!